Что будет, если не есть мясо? Как избавиться от сдутия живота у детей и взрослых? И как быстро вылечить дисбактериоз кишечника в домашних условиях? Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачко! А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И рассказать, как лечиться, вылечиться и жить без болезней. Иными словами, что будет, если не есть мясо, рыбу, птицу, яйца и молочные продукты? Я понимаю тех, у кого рацион питания под названием смешанное питание, где присутствует пища и животного и растительного происхождения, вызывает вздутие живота либо кишечника. Иными словами, метеоризм. Какие-то продукты питания вы не можете полноценно переварить. А значит, их используют патогенные микрофлоры кишечника. Вместо витаминов, макро, микроэлементов, белков, жиров, углеводов вы получаете продукты гниения либо брожения. В зависимости от того, какая микрофлора активировалась. И сокращается продолжительность вашей жизни примерно на 30%. Огульно устранять продукты питания из своего рациона не советует восточная медицина. Согласно канонам восточной медицины здоровье человека зависит от наличия в его ежедневном рационе от 20 до 40 наименований продуктов питания. Иными словами, чем разнообразнее ваш рацион, тем выше качество вашей жизни и активное долголетие. Это ваша перспектива. Но! Не просто должны присутствовать эти продукты питания в вашем рационе. Вы должны их полноценно переварить. Как вы понимаете, это две большие разницы. Я понимаю ваше желание исключить продукты, перейти на более легкий рацион. Но! Если вы используете сегодня смешанное питание, иными словами, у вас есть продукты животного и растительного происхождения, то устраняя продукты животного происхождения, вы обедняете свой рацион. Ведь продукты растительного происхождения вы до этого употребляли. И что происходит у вас? Теоретически такая замена, такое изменение рациона не должно принести вам ощутимой пользы. И вы в этом видео узнаете, как же все-таки правильно изменить свой рацион, чтобы ваш уровень здоровья был выше. Что будет, если не есть красное мясо? Иными словами, из рациона вы исключили свинину, говядину, баранину, конину и другие виды красного мяса. Ваша система питания теперь называется вегетарианством. И если таким простым способом вам удалось избавиться от сдутия живота, или по-научному избавиться от метеоризма, я вас поздравляю! Вас получилось вылечить дисбактериоз кишечника в домашних условиях совершенно бесплатно. А еще одним бесплатным бонусом вы получаете увеличение продолжительности жизни примерно на 30%. Именно столько в вашей жизни съедает патогенная микрофлора, которая кормилась до этого красным мясом. Именно поэтому и считается, что красное мясо очень опасно для здоровья. Оно просто очень тяжело переваривается. И переваривается далеко не у всех. Если вы молодой мужчина, ведущий активный образ жизни, скорее всего, мясо красное у вас переваривается. Если у вас волосы не выпадают, не болят суставы. А если вы ребенок, подросток, женщина, человек в возрасте 60+, конечно же, такое изменение в рационе для вас благо. Если вы уже знаете, что будет, если не есть красное мясо, а вздутие живота остается, значит это была не единственная причина дисбактериоза. И что делать дальше? Какие следующие ваши действия? Вы узнаете прямо сейчас. Если ваш ответ на вопрос, что будет, если не есть красное мясо, вздутие живота, либо вздутие кишечника сохраняются, вы делаете следующий шаг. И должны узнать свой ответ на вопрос, что будет, если не есть мясо и птицу. Иными словами, вы попадаете на диету под названием Средиземноморская диета. Это прекрасное сбалансированное питание для жителей регионов между средними широтами и экваторами. Иными словами, где относительно тепло и теплотворная способность этой диеты достаточно для того, чтобы поддерживать высокий уровень здоровья, хороший иммунитет на протяжении всей жизни. И если вы исключили мясо и птицу из рациона и получилось на этом этапе у вас остановить вздутие живота, либо прекратился у вас метеоризм, я вас поздравляю, у вас на этом этапе удалось вылечить дисбактериоз кишечника в домашних условиях и вновь бесплатно. И с этого периода времени вы получаете бесплатный бонус в виде продолжительности жизни более значительной, ну и лучшего качества жизни. Но! Не у всех средиземноморская диета хорошо переваривается, полноценно усваиваются продукты. Я вас прекрасно понимаю. И какой следующий шаг вам нужно делать, если вы и на этом уровне не можете полноценно переваривать пищу? Вы узнаете прямо сейчас! Если вы исключили из рациона красное мясо, птицу, а вздутие живота, либо метеоризм сохраняются, следующий шаг достаточно ответственный. Вы должны узнать правильный ответ на вопрос, что будет, если не есть мясо, рыбу, птицу. Иными словами, вы попадаете на диету под названием лакто-обо-вегетарианство, в которой из продуктов животного происхождения, содержащих значительное количество белка, у вас остались только молочные продукты и яйца. Видео про то, что будет, если употреблять только молочные продукты, со временем на моем канале появится. Что будет с сосудами, если кушать 2-3 яйца в день? Такое видео на моем канале есть. Как и видео, что будет, если кушать 3 яйца каждый день? Это непростая замена тех продуктов животного происхождения, которые вы исключили из своего рациона. И если вы ведете активный образ жизни, вам нужен белок и выбор невелик. Вы, конечно, можете использовать в более значительных количествах продукты растительного происхождения со значительным содержанием белка. Но самая простая замена, которая легко переваривается у большинства, это увеличить в рационе долю круп и злаковых. Иными словами, хлеб и хлебобулочные изделия и каши. В этих случаях белок переваривается легко. Содержание белка примерно 10-12% в большинстве компонентов. Но очень большое количество крахмала. Если вы решились на такую замену, то вы должны быть уверены, что среди ваших кровных родственников отсутствуют больные с сахарным диабетом. Я бы советовал вам лично сдать анализ крови. Проверить свой сахар натощак. Если сахар выше, чем 4,5 мл. В этом случае у вас уже есть инсулино-резистентность печени. И вам легко такой заменой выявить у себя сахарный диабет второго типа. Если вы решились на другую группу растительных продуктов заменить продукты животного происхождения, иными словами используйте бобовые, горох, фасоль, бобы, маш, сою, у вас появляется несколько иная проблема. Да, белки в этих продуктах хороши, но перевариваются примерно на 50%. Иными словами у большинства появляется вздутие живота либо урчания и отходят газы с запахом из-за того, что эти продукты не переварились. И вы уже знаете правильный ответ. Почему? Вы не смогли переварить, вам не хватило ферментов, а значит активироваться патогенная микрофлора, которая сокращает продолжительность вашей жизни. Более того, гниение в кишечнике приводит к тому, что увеличивается количество продуктов гниения, напрягающих выделительную функцию почек. А с возрастом функция почек и без того снижается и проявляется такой диагноз как подагра. Не рождаются с подагрой, но рождаются в семье, где есть больные с подагрой или больные, которые имеют обмен на дистрофические заболевания суставов либо заболевания почек. Если у вас генетика в этом случае ослаблена, такая замена для вас также не подходит. Она будет сокращать продолжительность вашей жизни и нарушать ее качество. Есть еще один вариант замены. Вы можете использовать в своем рационе чаще и в более значительных количествах семена и орехи. Иными словами, у вас в рационе чаще появляются семена подсолнечника, тыквы, кунжута, льняное семя, а также орехи грецкие, кедровые, кешью, лесные. Но! Каждый из этих продуктов питания, кроме значительного содержания белка, содержит и достаточно много растительного жира. и такую нагрузку может не выдержать поджелудочная железа. Которая с возрастом как правило напоминает о себе таким диагнозом как хронический панкреатит. А избыток этих продуктов в питании может вызвать обострение хронического панкреатита до острого. И это также не самая простая замена. И если ваш ответ на вопрос что будет если не есть мясо, рыбу, птицу все-таки вздутие живота сохраняется следующий шаг многие рекомендуют его делать перейти на жесткое веганство или жесткое вегетарианство исключить из рациона яйца и молочные продукты. Иными словами можете вы провести такой эксперимент и узнать что будет если не есть мясо, птицу, рыбу, яйца и молочные продукты. но семена орехи крупы злаковые и бобовые вы должны будете использовать в больших количествах и все риски возрастают если суммировать комплекс изменений который может произойти при такой замене вашего рациона называется метаболический синдром который входит и подагра и сахарный диабет и атеросклероз сосудов который великолепно великолепно развивается при дефиците жиров животного происхождение с которыми поступает внешний безопасный холестерин и в этом случае ваша печень вынуждена вырабатывать злой эндогенный холестерин и на жестком веганстве развивается великолепно дисбактериоз кишечника и атеросклероз сосудов что мягко выражает не очень хорошее изменение в вашем рационе более того если вы вернетесь к началу видео то что говорит или что советует нам восточной медицины не сокращать рацион а расширять во всяком случае стремится держать его максимально разнообразным чтобы получать легко и просто я бы те самые 500 необходимых для работы клеток компонентов а это белки жиры углеводы их производные витамины макро микроэлементы и другие биологически активные вещества которые в союзе с кислородом которым вы надеюсь знаете как правильно дышать а также правильно употребляя воду вы обеспечиваете активный обмен веществ высокое качество жизни и активную ее составляющую иными словами активное долголетие такая система питания может быть если у вас уже очень слабо пищеварительная система если вы перемещаетесь в те регионы где она проверена ведь есть независимые эксперты которые столетиями проверяли разные системы питания и если мы возьмем умного чукчу то умный чукча проживает достаточно суровых условиях крайнего севера использует не только правильная дресс-код иными словами одевает на себя как можно больше различной одежды чтобы сохранить то тепло которым вырабатывается на том рационе который используют чукчи в своем питании регулярно если же мы возьмем на посмотрим на умного масса я жителя африки то он для того чтобы обеспечить охлаждение организма чтобы не перегреться в достаточно суровых условиях используют совершенно иной рацион питания и иную одежду иной дресс-код который часто ограничивается только на бедренной повязкой а некоторые и этот аксессуар на своем теле игнорируют и удаляют для того чтобы теплорегуляция происходило максимально эффективно но это в том случае если есть источники воды если же мы посмотрим на других умных экспертов жителей средней азии жителей пустыни африканской то там используется одежда которая препятствует быстрому обезвоживанию организма тоже в таких достаточно суровых условиях но и питание там специфическое именно вот такое питание под названием жесткое вегетарианство очень хорошо в этих условиях для того чтобы поддерживать активный обмен веществ в организме и предупредить перегревание поэтому разные изменения в рационе можно производить но я бы советовал вам поступить несколько по-иному конечно сокращать количество продуктов питания своем рационе можно я бы советовал бороться за каждый продукт питания оценив работу пищеварительной системы какая ферментная система у вас работает не в полную мощность активировать помогать ферментом работать более эффективно лучше переваривать пищу и не отказывать себе удовольствие использовать разнообразную пищу для своего питания потому как в первую очередь конечно же разнообразное питание радует ваш глаз на достаточно приличном расстоянии на более близком расстоянии обоняние при непосредственном контакте с пищей работает осязание язык но дальше радуется ваш гипоталамус когда ему просто и легко обеспечить правильный активный обмен веществ вашем организме потому как шведский стол он получил разнообразие переваренных и усвоенных продуктов питания у предварительно очищенных в печени а на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео кто еще не поставил лайк не забудьте его поставить а я подумаю какое видео на тему здоровья и активного долголетия написать для вас до новых встреч на моих каналах доктора скачко и школа доктора скачко